Их фирменная шахерезада постепенно завоевывает кондитерский рынок Кубани. За полтора года печенье от небольшой частной пекарни в селе Белая Глина стали продавать сразу в нескольких районах Кубани. А сейчас бренд уже вышел на рынок соседнего Ростова-на-Дону. В год на мини-заводе выпекают около тысячи тонн хлеба, слоек и булочек. Секрет успеха в рецепте, который сохранился с советских времен, рассказывает директор хлебозавода Вениамину Кондратьеву. Фирменный, свои хлеба домашний, белоглинский, городской. В общем, на все вкусы. Сегодня все отмечают, что хлебобулочных изделий много, а вот хлеба мало. Настоящего хлеба, который, знаете, как наши бабушки, берешь в руку. Все кирпичики сделаны по ГОСТу 80-х. От такого хлеба не отказался и губернатор, пообещав попробовать его за обедом. Можно мы это? Конечно. Конечно. Для выпечки хлеба здесь используют только кубанское сырье. Чего не скажешь о другом предприятии, которое посетил Вениамин Кондратьев. На этом заводе выращивают и дорабатывают до международных стандартов семена гибридов подсолнечника. 40% из них импортные, но, по мнению специалистов, наши семена сегодня нисколько не уступают в урожайности. Многие хозяйства на Кубани уже перешли на местные сорта. Спрос на заграничные во многом остается, как говорится, по старой памяти. Иностранные компании замечают то, что завод способен произвести их семена, их качество. То есть нам осталось сейчас вопрос, если разобраться, вселиться, немножко подтянуть. Сегодня мы должны отказаться от навязчивой привычки, где мы говорим, что импортное лучше наше. Вы знаете, мы настолько привыкли к импортному, что совсем уже неадекватно не реагируем, что оно может и никак не лучше. А по привычке берем импортное, а наше сегодня не уступает. Предприятия, которые посетил губернатор, практически единичные примеры, перерабатывающие отрасли в Белоглинском районе. Все остальное только производство сырья. А лишь на сырьевой экономике далеко не уедешь, замечает Вениамин Кондратьев на встрече с местными жителями. Главе района губернатор предлагает пересмотреть приоритеты в развитии сельской территории. Сельское хозяйство-то есть, агропромышленного комплекса как такового, как бы мы ни крутились, его сегодня нет. Вы мясо выращиваете, даже как бы пусть незначительно, и мясом продаете. Вы пшеницу выращиваете, пшеницу продаете. Вы же всю добавочную стоимость можете здесь собирать, у себя оставлять. Если не сырьем будете продавать, а уже конкретно доводить максимально до потребителя. Это совсем другая экономика района, это другие деньги уже в бюджет. Мы добавочную стоимость кому-то отдаем, а почему ее кому-то отдаем, а сами ее не добираем? Мы никому не должны отдавать то, что можем добрать, да заработать. Но вопрос не только в расстановке акцентов. Поднимать экономику, когда здоровье населения хромает, очень сложно. Смертность в Белоглинском районе самая высокая в регионе, держится на уровне 17%. Вот что за здравоохранение? Объективно? Какая реальная картина? Объективно? Объективно. Лечат здесь или калечат? Знаете, как на роде говорят? Пока калечат. Значит, объективная ситуация, ситуация такая, какая она есть, она не улучшается. Главная проблема здравоохранения районного – это просто отсутствие врачей. Комплектованность врачей мы сегодня чуть больше 50%. Это просто критически мало. Поэтому и смертность в районе у нас сегодня самая высокая в Краснодарском крае – 17%. Больше всего людей умирают от онкологии и болезней органов дыхания. Именно врачей этих специализаций в районе и не хватает. Доктора не хотят работать на селе. Причина простая, признается главный врач районной больницы. Небольшие зарплаты и отсутствие жилья. Чтобы исправить ситуацию, Венимин Кондратьев предлагает построить в Белой Глине многоквартирный дом для специалистов. Часть денег выделят из краевого бюджета, часть затрат возьмет район. Неожиданно для всех собравшихся помочь и не только деньгами предложили местные бизнесмены. Вы исходите из количества конкретно, сколько необходимо врачей, допустим, 20 или 30? И сколько педагогов? Уже есть и фундамент на 33-квартирный дом. Фундамент уже у вас есть? На 30-квартирный? Да, на 33-квартирный дом. Ну, все, вы давайте вот этот фундамент и строим. Собственно, такой порыв предпринимателей – пример того, о чем в поездках по районам всегда говорит губернатор. Крупный бизнес должен интегрироваться в реальную жизнь людей. А в нынешних экономических условиях движение навстречу друг другу вполне можно назвать новой точкой роста. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко. Кубань-24, Белоглинский район. Субтитры создавал DimaTorzok